Все мы прекрасно помним, как в прошлом году на базе СОЖ номер 1 Алла Кашихабль в рамках реализации региональной программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» было начато строительство нового ФОКа. И вот в итоге в районном центре появилось это замечательное здание. И сейчас здесь занимаются практически все возрастные категории, начиная от детей, кончая взрослыми. Беслан, как давно ФОК начал функционировать? Ну, ФОК начал функционировать с начала этого года, с января месяца. ФОК сделан по программе «Демография», российская программа такая существует. И именовая специализация «Спорт. Норма жизни». Площадь строения этого объекта составляет более 2000 квадратных метров. В ФОКе есть зал с трибунами на 200 мест, тренажерный зал, гардеробные, комнаты отдыха, медкабинет, административные и бытовые помещения. На сегодняшний день здесь уже работают секции бокса, тэквондо, футбола, волейбола и баскетбола. Руководитель этого центра также имеет огромный стаж спортивной и педагогической работы. Всего 22 года. И почти год Беслан Духов в должности руководителя. По словам директора ДЮС США, это сооружение полностью востребовано. ФОК рассчитан для того, чтобы занимались дети, которые приходят, но занимаются в ДЮС США. И, по-моему, этого для населения района. У нас для них специально определенное время выделено. Есть расписание. Понедельник, среда, пятница, суббота. С 10 до 12 дня и с 19 до 21 часа сельская молодежь может приходить заниматься. У нас тут есть инструктор, который за всем этим следит. По такой вот программе работаем. В данном зале могут одновременно заниматься пять секций. Это охват детей от 80 до 100 человек. Там отделение бокса, шахматы, настольный теннис, тренажерный зал. Вот это игровой зал. Здесь могут или футболисты, или баскетболисты, или волейболисты заниматься. Ну, вот так вот. Или, допустим, если у футболистов здесь занятия, у волейболистов, допустим, ОФП, общая физическая подготовка, они могут пойти в тренажерный зал, там позаниматься. Ну, общая сложность получается, около 100 человек одномоментно могут заниматься здесь. В основном возрастная категория какая? Возрастная категория, начиная с 7 лет до 17 лет, школьный возраст. А жители района это уже не ограничено. Те, которые желают, они могут приходить, могут заниматься. Школьный возраст мы и так охватываем достаточно хорошо. Просто те, которые, ну, именно и сельские жители, которые не могли заниматься, ну, там, в связи с тем, что доступ не такой уже большой, но здесь более так доступно. Здесь и игровые виды можно всего, волейбол, баскетбол, футбол, все это можно поиграть. Поэтому, да, количество людей, которые хотят заниматься, для них предоставлено все условия, и по времени все определено. С открытием этого фока, ну, футзаловский футбол, вот сейчас будет проходить первенство ЮФО. Вчера наши ребята заняли по 2005-2006 году рождения первое место, они отобрались на ЮФО. ЮФО будет проходить в городе Ставрополье с 21 по 26 марта. Ну, это совместно совмещенное, не просто ЮФО, а СКФО тоже включено будет. Вот они должны уже на этом этапе принимать участие. Помимо этого, вот, с Мостового приезжают, с Лобинска приезжают, ну, наигрывают здесь детей для участия в этих соревнованиях. Замечательно то, что в оздоровителем комплексе могут заниматься не только секции, но и все желающие жители районного центра. Причем возрастная категория не ограничена. И еще хочется отметить, что все занятия проходят под наблюдением специалистов. Поперечную, пас вверхом просто отдаешь, понял? Чтобы он, чтобы через защитника он принял, либо тамик здесь, чтобы он уходил, либо азамат. Когда у Эдика мячик, ты уже раз-два удар поворотом. И за что я в центре скину, чтобы ты скинул? Да. Или тамику то же самое, то же самое, что он сказал. Вот ты мячик здесь обработал, здесь защитник стоит, а тут тамик открывает. Да, ты понял. Но главное, тебе и категорически запрещают обыгрывать. Тебе можно одного обыграть и бить. Кашихабский район продолжает участвовать в различных программах, направленных на оздоровление общества. В ближайшие годы такие комплексы появятся практически в каждом поселении района. Наташа Кучмезова, Сергей Вопынцев, Новости Кашхабского района.